Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня я начинаю свой новый интеллектуальный проект «История музыки по десятилетиям». В условиях объявленного в стране карантина я буду читать эти лекции у себя дома, прямо со своего рабочего места. В этом новом цикле лекций я хочу обратиться к истории музыки не по эпохам, как их проходят в учебных программах средних и высших учебных заведений у нас в стране. То есть я не буду рассматривать последовательный бух барокко, классицизма или романтизма, ибо это слишком крупные исторические периоды, которые, на мой взгляд, никогда не были полностью однородными. Также я хочу обратиться к истории музыки и не как к галереи великих имен. При рассмотрении истории музыкального искусства по персоналиям теряются десятки, если не сотни важнейших произведений искусства, которые были созданы авторами, по той или иной причине не вошедшими в список великих имен. Более того, изучение музыки по персоналиям создает целый ряд весьма серьезных проблем для выстраивания исторической картины. Так, к примеру, большинство профессионалов с легкостью назовут вам годы жизни многих крупных композиторов, ну, к примеру, Иоганна Себастьяна Баха, но мало кто сможет сказать, что было написано Бахом в 1710-е, 20-е, 30-е, 40-е годы. То есть все, что он создал, условно размещается между годом его рождения и годом его смерти. А это слишком большой исторический период. Более того, мы отлично понимаем, что рождение человека и рождение композитора происходит не одновременно. Прекрасным примером здесь может служить фигура Альбера Русселя, который стал композитором лишь ближе к 40 годам, посвятив первую половину своей жизни морской службе. Также зачастую и смерть композитора наступает намного раньше, чем смерть человека. Отличный пример – это жизнь Яна Сибелиуса, прожившего 91 год, но отказавшегося от сочинения музыки примерно в возрасте 60 лет. Более того, акцент на индивидуальных стилевых моментах творчества часто размывает интерсубъективные творческие тенденции, тенденции духа времени. К примеру, творчество Игоря Федоровича Стравинского. Даты его жизни скажут о метаморфозах его стиля намного меньше, чем ключевые его произведения, рассмотренные в контексте тенденций каждого из десятилетий, на которые пришлось его творческое становление и его музыкальная карьера. Такие аргументы вынудили меня обратиться к истории музыки как истории, связанных между собой звеньев цепи. И в качестве шага звена этой исторической цепи я избрал десятилетие, исходя из закономерностей самого музыкального искусства. Более мелкий шаг окажется неинформативным применительно к музыке прошлых веков, так как датировка произведений прошлого часто неточна, а более широкий шаг в поколение 20 или 25 лет оказывается излишне объемным, что вынудит игнорировать множество важных исторических деталей, а также, как я могу судить об этом, шаг в 20 или 25 лет с необходимостью будет демонстрировать целый блок противоречивых тенденций, которых можно избежать, если делать ставку на доминирование тех или иных моделей в каждое десятилетие того или иного века. Я осознаю условность такого деления, равно как и субъективность в наполнении каждой моей лекции теми или иными музыкальными произведениями. Но так как я делаю это прежде всего для себя, своих студентов, моих учеников, а также всех тех, кто интересуется моими изысканиями и кому важно именно мое мнение, то на свой эстетический вкус в анализе исторических событий я и буду делать ставку. Надеюсь, что этот мой новый проект будет интересен и полезен любителям музыкального искусства, а также профессионалам, которые хотели бы разобраться в истории музыки и привести в порядок те знания, которые у них есть. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok